Пять случаев мошенничества, связанных с продажей квартир, зарегистрировано с начала года в Астраханской области. Астраханцы получали информацию о продаже квартир на сайтах липовых риэлторских фирм. Псевдовладелец квартиры при встрече с потенциальным клиентом показывал ему квартиру, а также все документы на жилплощадь, вплоть до домовой книжки. Сделка казалась покупателю выгодной, ведь цена на квартиру была несколько ниже рыночной, и он незамедлительно давал согласие на ее оформление. Предоплата составляла 500 тысяч рублей. Получив задаток, злоумышленник пропадал. Квартира же на самом деле во всех пяти случаях принадлежала третьим лицам. В настоящее время расследуется пять подобных эпизодов преступлений. Связываются со всеми одновременно, находят оптимального потенциального клиента, в кавычках, конечно. Вот заключая с ним договора, куплю продажи, опять же, липовые. Вот после чего ждут перечисления денег, как только, да, задаток. Не обязательно, что после перечисления задатка связь вырубается, электронная связь. Как правило, они в своей степени какие-то психологи. Вот и стараются человек выжить, как говорится, последний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова